здравствуйте мои дорогие телезрители здравствуйте подписчики на канале youtube голова садовая хороша помоечка да а вы как думали конечно хороша посмотрите сказочка кстати вот да скорлупки яйца можно одеть рукавички вот так вот пожмакать привести их соответствие то есть вот в такую вот мелкую фракцию а можно поколотить только нужен мешок потолще и прежде чем вы рассыпите вот это все вот это на своем дачном участке наивно полагаю что я сейчас накидаю вот этой вот скорлупы то все уже у меня тут будет красиво и хорошо это только кальций ничего более значит вы должны прежде чем рассыпать взять разжечь мангальчик или там костерчик или в печку кинуть все это чтобы она стала поменяла цвет стала знаете такое рыжевата коричневатая вот тогда это будет состояние скорлупы будет такое которое будет доступно для бактерий почвенных и тогда это будет работать это раз значит вот сюда его теперь вот посмотрите это шкурки апельсина и мандарина запах обалденный сейчас они должны стоять съели мандарины апельсины в коробушку и в шкаф в любой где шерстяные вещи где меховые вещи потому что мой ненавидит этот запах а дальше вы это копить и все да ничего не выкидывать все это высыхает в мгновенно в шкафу не принося никому никакого урона значит все это копить и потом летом в начале в самом я скажу как сварить от из этого зелье колдовское чтобы с лёй бороться господи заикатка начала и это у нас что до знакомая картинка да это спитой чай вот он вот его пакетики да уже достаточно много зачем он нам нужен мы его обязательно будем подсыпать при посеве свеклы лука морковки морковка особенно хорошо на него реагирует это еда для почвенных бактерий есть у вас такого добра будет очень много можете просто вносить в грядку перекапывать и уж конечно почвенные бактерии вам низко поклонится в ножке помните про кислотность почвы не всегда хорошо когда кислая значит это что знакомая всем картинка поглядите ка конечно это картофельные очистки они нам зачем они нам для того чтобы вокруг смородины вот проекции кроны ветки кончаются смородины вот вы опустите проекцию отступите сюда сантиметров 15-20 и прокопайте бороздки глубиной вот ну на палец вот так и насыпьте вы вот этого вот добра сухого у вас это крахмал естественно смородины и крыжовник обожают крахмал пожалуйста насыпьте бороздки засыпьте землей ну и изредка поливайте чтоб крахмал как-то доходил и смородина слаще будет и крупнее и естественно при питании когда бактерии обеспечены едой тогда и заболеваний гораздо меньше а это что у нас то скажет деки конечно это шкурки бананов высохшие тоже очень хорошее удобрение тоже можно вносить в лунки она легко ломается это можно сделать руками но вот здесь есть одно но посмотрите тоже очень вкусно пахнет корни растения не должны касаться этих шкурок поломанных неполоманных свежих сушеных не должны то есть вы его достаточно закапываете корнеобитаемый слой такой значит банановые шкурки будут вот здесь вот расположены это тоже еда для бактерий если не здесь тогда вот здесь вокруг но в домашние цветы если вы хотите подкормить растения и не хотите химии в доме возьмите пожалуйста свежую шкурку банана свежую не такую разделить его так на 3 чтобы открылась до на три полосы и порежьте на ровные квадратики 4 квадратика закопайте растению на три сантиметра глубиной три-четыре не больше так чтобы их видно не было пролейте водой через 10 дней ваши почвенные бактерии полностью съедят эти шкурки но растение ваше тронется в рост она будет очень красивым время от времени можете повторять вот такую подкормку ну мне кажется что мы уже про это говорили не единожды просто мы готовимся к сезону и вы должны понимать что выбрасывать это не обязательно можете завораживать если у вас есть возможность можете сушить батарея очень горячие все это сохнет ничем плохим не пахнет мушек здесь не заводится поэтому я вам желаю все-таки накопить органических веществ и очень полезных для растений уж уверяю вас и сухари там будут очень кстати черные для пионов и земляники белые для моркови она принцесса она черный хлеб не ест чтобы вы знали на этом всего доброго и до свидания всегда ваша тетя таня